На Коркинском разрезе удалось потушить все крупные возгорания угля. Дорожную карту по дальнейшей локализации зон самонагревания разработала компания Промрекультивация. Это поручение дал в Рио губернатор Алексей Текслер во время своего визита на карьер в середине марта. Тогда он остался недоволен тем, как ведется работа по тушению пожаров. Константин Гришников с подробностями. Видимость почти идеальная. Это первое, что отмечает глава Коркинского района Наталья Лощинина. За первые три месяца территория зон самонагревания в разрезе сократилась на 30%. После поездки в Коркино в Рио губернатор Алексей Текслер поручил ускорить борьбу с источниками дыма. На основе проекта ликвидации Коркинского разреза компания Промрекультивация разработала план мероприятий до конца года. Здесь обозначены желтым цветом очаги и оползневые зоны, с которыми мы будем работать до декабря месяца. За все время 2018 года нами были охлаждены площади порядка 100 тысяч квадратных метров. Оставшиеся площади обозначены по месяцам. Работа в этих зонах обозначена по месяцам. И здесь видно, в каком месяце и какие мероприятия будут проводиться непосредственно. Еще 52 тысячи квадратных метров специалисты остудили за первые три месяца этого года. Проблема возгораний полностью решит ликвидация карьера. Его планируется засыпать закладочным материалом Стоминского ГОКа. Согласно плану ликвидации горной выработки, разработана дорожная карта. Сегодня мы на месте посмотрели, как реализуются данные планы на практике. Сегодня мы договорились, что такие встречи мы будем проводить регулярно, ежемесячно, для того, чтобы на месте обсуждать и решать все важные вопросы. Для доставки материала планируется построить трубопровод длиной в 13 километров. Участок на территории Коркинского разреза уже возводится. Работы на нем планируют завершить во втором полугодии 2019-го. Весь проект ликвидации карьера рассчитан до 2042 года. В итоге на месте угольной выработки появится водоем, а по его берегам высадят растения. Константин Гришенков, Юлия Савосина, ОТВ